В колледже профессиональных технологий прошла пресс-конференция, посвященная итогам выступления омских спортсменов на летних играх паралимпийцев «Мы вместе спорт», которые недавно прошли в Сочи. В соревнованиях состязали спортсмены из 11 стран. Омские паралимпийцы завоевали 47 медалей. Это все работа одной большой, очень сплоченной, на мой взгляд, команды, которая способна на приличный результат. Я действительно считаю нашу победу на первых играх паралимпийцев очень важной, потому что мы, выступая всего в четырех видах спорта, стали пятнадцатыми и третьими по медалям в нашем сибирском федеральном уровне. Я знаю, что многие регионы выступали гораздо большим составом по занятости в видах спорта, но таких результатов, как мы, не имеем. Блестящий результат показали омские фифтовальщики. Мы доказываем то, что мы можем провести соревнования сами на таком высоком уровне и действительно полностью всех спортсменов хорошо расселить, создать логистику, позаботиться, создать все необходимые условия как для жизни, так и для состязаний. Поэтому впечатлений с этих соревнований очень много. Также очень приятно, что за нас приехали, поболели, поддержали наши омские руководители, друзья, болельщики. Две золотые награды завоевала молодая плавчиха Диана Кольцова. Я как только узнала, что я выиграла, я была счастлива, потому что было достаточно тяжело, была большая конкуренция. Из-за того, что открытый бассейн, достаточно непривычно, тяжело плавать. Владимир Волошин выиграл золото на дистанции 1500 метров в соревнованиях по легкой атлетике, а Станислав Якушев и Кирилл Абдикаримов завоевали серебро в турнире по настольному теннису. Тактики никакой не было, просто побежали. Первый круг посмотрел, как бежится, вроде нормально. Ну, спасибо Павлу Саркееву с Московской области, что вышел, тащил нас, ну и за 300 метров переключился. За 100 метров понял, что уже не отдам. Среди спортсменов, отличившихся на играх в Сочи, более десятка учащихся колледжа. Такой педагогический коллектив, такая атмосфера, среда, которая позволяет, студенческая среда позволяет вместе учиться и тренироваться. Также Министерство спорта региона передало колледжу три современных игровых стола для настольного тенниса. В дальнейших планах создание условий для развития еще нескольких видов спорта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...